Девушки отдыхают Археологические границы, и они в тот же час окружены старожитными мифами и паданиями. Шмать, где в Беларуси можно увидеть круглые земляные валы, побережником от 5 до 15 метров и вышинёю до 2 метров. Редко увидишь один, и они сустракаются переважно группами. Это курганы, насыпы над старожитными могилами. Само слово «курган» походит от шумерского «Куран» и «Кургаль» – «гора неба» и «гора великая отповедна». Беларусские курганы – это частка агульно-сусветной гисторичной спадщины. Курганы были расповсюджены амаль во всех континентах, окроме Австралии и Антарктиды. Час их явлёння на беларуских землях между третьего и другого тысячагодзеев до народжения Христа. По Бершуню были вядомые на Подняпровье и по лесу. А ещё раз тысячу годов в кургановых насыпах ховало своих небожчик у всё балдско-славянское насельничество Беларуси. По водле язычницких верованьев курганы были домовками, трунами для померлых. Небожчикам на той свет ставили посуд с ритуальной ежей, клали прилады працы, зброек. Жанчинам яшев прыгожванье и элементы в оборотке. Старалося, что телы померлых спаливали и ховали только попел. Гэты обрат был более уластивый для балдско-насельниц востражитой Беларуси. Поздней славянские племёны не выкарыстовывали труба спаливання. Долгие крывецкие курганы у народе называют волотовками. По водле языче до христианских народных верованьев, у таких курганах похованые волоты. А силки вели изного росту, а до яких пошли беларусы. После принятия беларускими землями христианства, звычай хавать в курганах поступок возникало. А лишь до 14-го года девясковые жихары галини-калибы правляли, улепшись свет своих померлых под земляными насыпами. Поздней многие из них помылково стали лечить татарскими, французскими, тишведскими похованними. Некоторые дослепчики лечат, что курганы створались в так званых геопатогенных зонах, в местах, где человек раптом может отчуть себя дрянно, в гиблых местах. Науколцы тлумачить это высокочастотным электромагнитным полем в дециметровом диапазоне. И стражитные люди выбирали такие зоны для похованни не просто так. По-перше, что дрянно для живых, может быть добрым для тех, кто уже покинул этот свет. По-другому, в геопатогенных зонах, звычайно, назирается подвышенная податливость глибы, и такую землю легко копать. Многие падан не кажут вратуя, что в курганах схаванные скарбы, але гэта не отповедая рычаисности. Им не меньше, многие из них разбуранные и обравованные так зваными черными археологами. А кроме этого, частка курганов просто изнищена в советские часы при господарчих працах и прокладцах дорог. Курганы – бесценные археологичные помники. И сейчас кургановых могильников на территории Беларуси около шастих тысяч. И они потребуют отчетного выучения и мягчима таты открыть еще неведомые сторонки и таямницы нашей минушчины. Субтитры создавал DimaTorzok